опыт работы с одним из проектов и опыт у меня там был в Visual Studio Team Services. Я расскажу немножко, что это такое, чего она может и как именно мы ее использовали. Мы на самом деле немного там использовали вещей, но тем не менее чем-то могу поделиться. Что это такое? Я вот сразу с места в карьер начну. Team Services это такая штука, которая нам может позволить упростить свою жизнь в плане operations. Есть такое модное слово development operations. У нас даже специальные люди есть, которые занимаются именно этим. В принципе по мнению некоторых разработчики могут заниматься этим сами и на самом деле нам не так уж много нужно опыта, чтобы самим это делать. Team Services имеет какую-то такую довольно длинную историю. Это продукт Microsoft. Началось все у них довольно давно, еще в 95-м с Visual Source Safe был такой version control. Он, кстати, до сих пор живой, я удивился. До 2017 года у него какой-то extended support. Этот source control это типа блокирующего, центральный блокирующий source control. То есть, например, там нельзя было редактировать файл, пока ты его не пометишь как редактируемый, эксклюзивно. То есть, никто кроме тебя не мог его редактировать. Потом появился в 2005 Team Foundation Server, который сейчас можно, который сейчас все еще активно используется, развивается. И в 2013 появилась Visual Studio Online. Это было некое подобие Team Foundation Server, захоченного Microsoft у себя в облаке. Ну, у Microsoft не все всегда гладко. В 2015 это Visual Studio Online было переназвано, стало называться Team Services. Да, у них там не всегда все гладко с наименованием, но по последнему .NET это тоже видно. Что вообще нам нужно от Development Operations и как мы можем это использовать Team Services в нашей работе? В принципе, не то чтобы мы так много требовали, то мы можем спасти мир каким-то своим способом. Для этого нам нужно сначала проанализировать, чего нужно клиенту, потом все это разбить на задачи и под задачи. Нам нужно следить за тем, как мы их исполняем, какие у нас есть баги. Нам нужно написать код, как это ни странно. И причем не просто писать, а еще и понимать, что было написано, когда, кем, делать какие-то код-ревью. И в конце концов нам нужно, чтобы весь этот код каким-то образом попал вообще потребителю, то есть на production. Вот это основные задачи, которые стоят перед нами в процессе нашего захвата мира, ну или спасения мира, не знаю. У всех разные цели. И для их решения у нас сейчас есть целая куча разных тулов и продуктов, которые нам немного облегчают жизнь. Я тут самые на слуху продукты накидал. Их очень много. Как правило, они раньше, по крайней мере, специализировались на отдельных областях, то есть что-то является Task Tracker, что-то является Continuous Integration Server, что-то является Source Control. Сейчас большинство вендоров начинают делать продукты, которые в себе сочетают несколько разных характеристик. Тот же самый TFS, это не только Source Control, это и Task Tracker, и работа какая-то с deployment. Куча продуктов. Давайте сделаем еще один. Откуда вообще появилась идея с этим Team Services? И почему оно может быть лучше, чем остальные? Оно не лучше, это не какая-то там серебряная пуля, оно не решает каких-то таких специфичных задач, которые нельзя решить какими-то другими путями. И область применения Team Services, я думаю, довольно ограничена тем, что эта штука очень сильно заточена на работу с .NET и Azure. То есть да, там можно компилировать Java многими способами, но тем не менее. Я бы хотел посмотреть, что она делает, рассказать вкратце, какие есть возможности в Team Services. Что касается Task Tracker и так далее. У Team Services они выделяют такую область, как Agile Tools, там есть трекинг тасков, трекинг багов, всякие скрамборды, бэклоги. Все это тесно интегрировано с Source Control, с билдами, то есть, скажем, какие-то таски, баги можно следить, когда они были сделаны, каким и кем переходить, посмотреть код, которым они были сделаны и так далее. Можно делать кучу разной аналитики, смотреть, не знаю, количество багов per developer и наказывать или хвалить. Есть возможность использовать два Source Control, это Git либо Team Foundation Version Control, такой центральный репозиторий. Есть возможность, одна из больших областей применения Team Services, это Development Operations. то есть, сбилдить, собрать, задеплоить. Поддерживает несколько разных платформ. Я немного был удивлен тем, что он поддерживает Xcode проекты, не без костылей, конечно. Кроме того, одна из областей, на которые мы редко обращаем внимание, это тестирование. То есть, кроме Task Tracker и Bug Tracker, для тестов можно использовать кучу разных других вещей. Например, Team Services может помочь, если необходимо, на проекте load тестирование нагрузки. То есть, он может симулировать какие-то сценарии нагрузочного тестирования на веб-приложениях. Есть тула для эксплоратории тестинга удобная. Можно записать шаги и потом это все приатачить в баг. Кроме того, кроме всех этих областей Team Services, сейчас имеют Package Management штуку. Это пока еще находится в превью. Что это такое? Это возможность захостить NewGet поток в Team Services. Чтобы не надо было морочиться со своим фидом, где-то поднимать сервер, упростить менеджмент NewGet. Для своей команды использовать пакеты, чтобы делиться кодом и так далее. Мне кажется, это сильно упрощает работу с NewGet. В том плане, что если раньше для того, чтобы иметь свой NewGet поток в компании, это куча бюрократии, то сейчас, если есть подписка, которая используется на проекте для Team Services, можно поднять свой NewGet поток. Все зависит, конечно, от нужды. Если проект небольшой, то и делиться там пакетами не надо. Потом в Team Services есть Marketplace. И куча народу пишут туда экстеншены для интеграции с третьесторонними системами. Сейчас есть очень много всего написанного. Есть, ну, может, не так много. Всего, конечно, никогда не будет. Экстеншены там есть платные, есть бесплатные. Довольно много бесплатных полезных вещей. Я чуть-чуть позже расскажу, что мне там понравилось на следующем слайде. И есть такая необходимость у бизнеса часто. Они хотят, чтобы им было спокойно, чтобы то место, где ведется разработка, было со всех сторон сертифицировано. Team Services сейчас хвалится тем, что имеет сертификаты по ISO, по SOC первому, второму. Есть всякие плюшки вроде интеграции с Active Directory, миграции из TFS, что как бы намекает на судьбу TFS. По маркетплейсу мы можем ставить расширения, которые интегрируются с инфраструктурой докера, с Hockey App. Это, если вы не сталкивались, то штука, облегчающая распространение пакетов мобильных приложений во время разработки. Чтобы тестеры, скажем, на свои устройства быстро могли поставить билд и так далее. Потом Octopus Deploy, например, Deploy в Google Play, в App Store. То есть все это можно интегрировать в Continuous Integration, Continuous Deployment Pipeline и получить в итоге непрерывный процесс поставки продукта. конечному пользователю. Такая мощная штука получилась, немного необычная. Когда имеет смысл обратить внимание на Team Services? Я уже говорил, что это не серебряная пуля всего, она не решает, не является панацеей. Я бы рекомендовал рассматривать всерьез Team Services, если вам нужен Deployment Wager. очень много задач автоматизировано. Следующее соображение это размер команды, потому что для больших команд Team Services будет дорог. если вы Enterprise и денег куры не клюют, то окей. Но если деньги являются фактором важным, то тут нужно будет смотреть внимательно. Потом Team Services это минимум бюрократии. Вам не нужно получать разрешение на запустить сервер, выбывать какую-то виртуалку для Source Control, для CI. Можно просто подключить Subscription один и уже с него оплачивать все расходы. Потом если вы привыкли к TFS, то работать с Team Services это практически то же самое, за исключением того, что хоститься это не у вас на серверах. Кроме того Team Services поддерживает Git. Если вы хотите работать с каким-то другим Source Control, не с Git, не с TFVC, то к сожалению Team Services вам не подойдет. Потому что других Source Control он не поддерживает. Насколько я знаю. По деньгам. Деньги важная штука в этом мире почему-то. есть несколько соображений на эту тему. Во-первых, Team Services бесплатные для команд до 5 человек. То есть что туда входит в эту бесплатность это Task Tracking, все настройки Security. Туда входит Build Агент бесплатный на 240 минут в месяц. При этом получается я написал примерно 11 минут в день. Это не так уж много. Но скажем если у вас большое приложение, то этого точно не хватит. И придется доплачивать. Можно поставить Hosted Агент за... Дальше я покажу сколько, что стоит. потом есть лимиты на Performance Testing, то есть виртуальные минуты, так называемые. Это мера того, сколько тратится на... сколько компьютересурсов тратится на ваш нагрузочный тест. То есть какие-то вещи, с которыми можно начать, они могут быть бесплатны. Дальше с ростом потребляемых ресурсов нужно будет платить. Пользователи начинаются с 6 долларов за человека. Чем больше, тем может быть дороже. Там цена меняется в зависимости от размера команды. Hosted Агент это билд-машина, которая хостится в Azure и управляется Team Services. Стоит 40 долларов в месяц, но при этом вы получаете безлимитное количество билд-минут. То есть, можете билдить хоть круглосуточно. Приватные агенты это билд-машины, которые хостите вы сами в какой-то инфраструктуре. Можете в другом облаке. Первый из таких агентов можно подключить бесплатно. Каждый последующий это 15 долларов. Но тут надо учитывать то, что вам придется еще в любом случае платить за инфраструктуру, за виртуалку для этого агента. Я попробовал сравнить с другими гид-хостингами для примера. И отсюда видно, что Team Services не самая дешевая альтернатива. Поэтому тут нужно смотреть, нужны ли вам те преимущества, которые он дает. Если нет, то нет смысла работать с Team Services. Потому что на GitLab как сугубо хостинг намного дешевле. Бесконечно дешевле. Но с другой стороны там нет бесплатной опции билдить ваши решения. нет такого количества интеграций. То есть, да, вы можете тоже подключить туда своих агентов, но агентов опять нужно где-то хостить. Опять за это нужно платить. BitBucket тоже немного дешевле. и у него есть тоже бесплатные минуты для Continuous Integration, но их меньше. Что еще из подводных камней с работой с Team Services у меня осталось? Это то, что во-первых, есть такая штука Bispark программа, когда бизнес может сделать вид, что он стартап, и Microsoft даст ему 150 баксов кредитов на Azure в месяц. Так вот, сейчас изменились политики и за пользователей команды в Team Services нельзя платить из этих кредитов. То есть, можно заплатить за билд-минуты, за что-то еще, но за пользователей придется платить дополнительно. это может быть сюрпризом. Кроме того, то, из чего мы столкнулись, это медленное восстановление NPM-пакетов. сам по себе не очень быстрый, и много людей, когда конфигурируют Continuous Integration, стараются использовать какое-то кэширование. на хостед-агентах нет сейчас возможности настроить такое кэширование. То есть, у нас примерно половину билд-минут пожирает NPM сейчас. Дальше я бы хотел рассказать, как именно у нас происходит Continuous Integration. Не знаю, поможет ли это кому-то или нет, но мне было бы интересно поделиться. Он построен Integration в несколько шагов. Во-первых, мы подготавливаем исходники. Я позже расскажу по каждому из шагов, что там происходит. Потом мы собираем компилируем, линкуем solution, тестируем и деплоем его куда-то. Происходит это у нас не для одного environment, а сразу для дева, теста и демо. В зависимости от необходимости. мы используем GitFlow схему организации работы с бренчами в Гите. И на каждый environment у нас есть ветка, push в которую приведет в конечном итоге к деплойменту на соответствующий environment. Мы храним всю конфигурацию в отдельном репозитории, чтобы иметь возможность следить за изменениями, какие были сделаны, когда в конфигурацию и поднимать новые environment независимо от pipeline. То есть, используется один и тот же pipeline для доставки на один environment. Мы можем, не то чтобы один и тот же, но схема одна и та же. Нам не нужно долго перенастраивать его, чтобы скопировать и получить новый. Что происходит на этапе подготовительном? Во-первых, мы скачиваем source-код с source-контрола, восстанавливаем все пакеты, чтобы можно было начать компиляцию. тимсервисы поддерживать пакетные менеджеры. Нас интересуют в основном npm и newget. Все остальные, например, бауэр можно использовать с помощью командной строки. Из командных строк тоже довольно большой выбор. Это bash, powershell, commonline. Какие-то еще операции возможны. Потом на следующем этапе это build. в нашем проекте это веб-приложение. Мы используем gulp для того, чтобы собрать всю web UI часть. Это скрипты и стили. Мы используем Visual Studio для того, чтобы скомпилировать веб-сервер. Team Services поддерживает кучу вещей, связанных с джавой. То есть собирать можно много разного джава-кода. Они этим очень хвалятся. Из .NET это build, построенный на msbuild либо на Visual Studio. Для веба можно использовать такие штуки, как Grand Gulp. XamarinxCode не уверен насчет их полезности, потому что сам не сталкивался. На этапе тестирования у нас клиентский код тестируется ESLint на стиле. Visual Studio тест прогоняет тесты. Тестов клиентского кода у нас пока нет, но если когда они появятся, мы их подключим через Gulp тоже. Team Services позволяет кроме того подключить сценарии нагрузочного тестирования в pipeline, сценарии Coded UI и Selenium. Единственное, что для этого понадобится приватный агент свой собственный. На хостед агентах Selenium не работает. и можно использовать Visual Studio TestRunner. Это не означает, что мы ограничены только MS-тестом. Этот Visual Studio TestRunner сейчас поддерживает любые тестинг-фреймворки при условии, что поставлены адаптеры в проект, как NuGet пакеты. Адаптеры сейчас для почти всех тест-фреймворков существует. Может, для какого-то свежего, нового нет. На этапе deployment одна из самых интересных вещей это публикация артефактов. Team Services хранит артефакты столько, сколько вы сконфигурируете. Я не помню, есть ли там ограничения по времени. Вы можете пойти посмотреть, что конкретно у вас в итоге скомпилировалось. и эти артефакты в конечном итоге попадают в Azure. Мы используем Azure App Service Deployment, то есть на уже настроенный environment в Azure устанавливаются наши приложения. Но, кроме того, Team Services позволяет использовать ресурс manager service фабрик. И я думаю, что за этими вещами стоит следить более пристально, чем за просто deployment на уже готовый environment. Что бы я хотел улучшить в текущем проекте, это я бы, наверное, перешел на использование Azure Resource Manager. Azure Resource Manager это такая штука, которая позволяет определить параметры environment в Azure, которые необходимо создать. И потом задеплоить ваш код на этот environment. ресурс менеджер использует такую штуку, которая называется resource group темплейты. В этих темплейтах указывается, какие именно ресурсы вам нужны, как они зависят друг от друга, и в итоге ресурс менеджер способен развернуть environment вам с нуля. почему? Потому что это позволяет добиться такого эффекта, idempotency. Это означает то, что вы можете запустить процесс несколько раз, но в итоге вы получите результат независимо от того, сколько раз вы его запускали. То есть результатом будет то, что то ваше желание, которое описано в темплейте. То есть мы хотим получить environment с тремя серверами такими-то, пятью такими-то, и в итоге вы его получите. Скажем, если запускать resource manager с темплейтом на уже существующем environment, он доставит несуществующее, но не будет удалять то, что уже было. Потом это простота rollback, это конфигурация, которую можно хранить в сортс-контроле, потому что она в текстовом виде. Это возможность передать эту конфигурацию кому-то еще, возможность поменять ее и так далее. темплейты это фактически JSON файлы, которые можно хранить, которые можно следить за историей изменений, которые можно параметризовать, запускать с разными параметрами, в общем, штука довольно гибкая. у меня сегодня нет особо много возможностей показать, как именно работает pipeline в нашем проекте, но я могу показать, как именно можно работать с ресурс-менеджером. в 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 для того, чтобы что-то сделать с ресурс-менеджером, нам нужен какой-то темплейт. Как я уже говорил, темплейты это JSON файлы. Сейчас существует такая инициатива, как репозиторий эти sample темплейтов, их там если я не ошибаюсь пара сотен находится эта штука на гитхабе, можно погуглить Azure Quickstart templates и быстро найти или просто Azure Resource Manager templates. Microsoft рекомендует брать какой-то темплейт, который более-менее вам подходит и конфигурировать под свое усмотрение. Значит, для того, чтобы долго не ждать, потому что некоторые ресурсы поднимаются действительно долго, я бы предложил поднять тот простой environment, который состоял бы из внимания одного вебапа. Какова структура темплейта? Структура темплейта это несколько обязательных полей, это какие-то параметры, переменные и ресурсы, которые вам нужны. из ресурсов у нас тут есть хостинг-план и собственно веб-сайт. При этом в параметрах мы определяем имена, которые мы будем потом использовать для того, чтобы поднять и хостинг-план и вебапу, потому что нам нужны какие-то уникальные имена для этого. Можно использовать API для генерации, для работы со строками. Детальное описание API я думаю за рамками и можно посмотреть, погуглить. Кроме того, почему Visual Studio Code? Можно использовать любой другой редактор для JSON, но что мне понравилось Visual Studio Code, это поддержка ресурс-менеджера из коробки, то есть он знает о структуре, он знает какие параметры для чего нужны. У него есть минимальная проверка типов, то есть например, он знает, что Skill Capacity это число, он будет вам подсказывать, что он ожидает здесь Number. Это поддержка именно из коробки, потому что я не ставил никаких экстеншенов для работы с ресурс-менеджером, то есть Visual Studio Code продолжает радовать, все больше и больше вещей там поддерживается, так что вы даже о них не знаете. Окей, темплейт у нас есть. есть возможно. Сейчас я посмотрю, Игорь говорит, что это возможно из-за того, что указана схема. что нам нужно сделать, чтобы использовать этот темплейт для ресурс-менеджера. Во-первых, нам нужен аккаунт в Azure, и нам понадобится либо Azure CLI, либо Azure PowerShell, либо Azure PowerShell, либо какой-то веб-интерфейс, который использует темплейты, чтобы начать deployment. Я буду использовать Azure PowerShell, потому что он у меня и так установлен с SDK. Аккаунт у меня уже подключен. Это мой аккаунт в Azure. Вы видите здесь те ресурс-группы, которые у меня уже сейчас есть. Нам для того, чтобы начать deployment понадобится какая-то новая ресурс-группа. Давайте-ка ее сделаем. Сделаю я ее в Западной Европе, потому что это ближе. Да. Нам нужно залогиниться для этого сначала. Сделаю я ее в Западной Европе. Ресурс-группа создана. Где она? Вот она. И теперь можно запускать deployment. Есть возможность попробовать протестировать deployment на предмет наличия каких-то ошибок. Как она там называлась? Все вроде бы окей. В принципе, если мы внесем сюда какие-то ошибки, то тест нам об этом сообщит. Попробуем поставить. В принципе, я пробовал. Сегодня утром все работало. Деплоймент в процессе. Поднять хостинг-план и вебапу много не занимает. Они уже поднялись. Имена сгенерированы уникально, поэтому ничего интересного у них нет. В самой вебапе это пустая абсолютно без всякого кода. Как-то так. Темплейты есть разные. Это очень удобно, если нам нужно не просто поднять вебапу, а поднять приложение с Azure Cache в зависимости от блобами, в зависимости от базы данных, с какими-то более сложными условиями, с дипломентом кода туда сразу. Потому что просто поднять веб-приложение, это, конечно, можно сделать и руками. Но чем больше зависимости, тем больше вероятности того, что вы забудете сделать какие-то настройки, забудете добавить какой-то конфиг к приложению. Потому что для каждой зависимости, скажем, для Redis Cache нужно приложению указать конфиг к нему и так далее. В то время как, имея все это задекларировано в JSON, можно наблюдать за тем, как развивалось приложение, смотреть, что конкретно сейчас где используется. Можно использовать этот темплейт в пайплайне с параметрами, чтобы поднимать одну и ту же конфигурацию на разных инвайрментах, чтобы можно было протестировать, скажем, перед продакшеном на стейджинге точно такую же конфигурацию приложения, чтобы потом не было сюрпризов. В частности, поэтому я думаю, что это будет наш следующий шаг использовать ресурс-менеджер в работе. Пока что мы до этого еще не созрели. Что я использовал? На самом деле, я бы рекомендовал, как это ни странно, пользоваться Google. У меня есть такое понятие, как Google-Driven Developer. Это... Есть еще Stack Overflow Driven. В данном случае с ссылками на какие-то актуальные документации проще искать в Гугле, чем запоминать линки, либо хранить их где-то. С моей стороны, это все на сегодня. Это не так уж много демо, но что есть. Спасибо большое, Макс. Макс, вот такой вопрос. А чем PowerShell? Почему не этот Azure CLI, который там с NPM? Можно и Azure CLI. Разница в синтаксисе. Ну, а тебе вот какой удобный? Ты просто пользовался, меня как-то PowerShell пугал, но ты выбрал, потому что он уже был? Ну, я выбрал в частности, потому что я PowerShell пользуюсь для всего остального. То есть, вместо командной строки я использую PowerShell. Он у меня настроен со всякими штуками, облегчающими жизнь. Например, с быстрой навигацией, с интеграцией с Git, с Mercurial. Правда, я с Mercurial давно уже не работал. То есть, если у меня уже открыт PowerShell, то почему бы мне не использовать? Просто как-то команды там проще. Например, там Azure пишешь. Да-да-да. Ну, смотри. CLI отличается тем, что там, насколько я помню, нет подсказок. То есть, что такое Azure? Azure – это команда в командной строке. В случае с PowerShell, например, у нас есть возможность подобрать то, что нам нужно, если мы не помним точно название. Я понял. Ну, я просто пишу на Azure, Enter там, и он мне список вывалил, я дальше веб-сайт, Enter, он мне дальше команды. Я понял. Ну, здесь это, понимаешь, что удобно, это работает не только для названия самой команды, но и на название параметров. Угу. Да. Все. То есть, он более умный в этом плане. Это то, чего мне часто не хватает в командной строке, скажем, с Git, когда какую-то вещь делаешь, которую не делаешь каждый день, и начинаешь рыться в хелпе. Какой нужно использовать ключ? Ну, то есть, это GitPosh у тебя, да, там вот этот стоит как-то, да? PoshGit, да. А, PoshGit. Макс, а такой еще вот вопрос по поводу релиз-менеджмент. Ты, мне кажется, не затронул вот эту вещь. Вы не использовали релиз-менеджмент у себя? Тот, который есть в Team Services, нет. Мы использовали его билды, систему билдов, в которую уже встроили deployment. Ну, почему вот тут, наверное, как такой еще один из вариантов хака, то, что с релиз-менеджмент вот эти npm и тому подобное, я слышал, у вас три бранчи есть, да, то есть там, да, тест и прот. Вот, а если вы будете просто создавать всегда один пэккедж, вот, и потом просто этот пэккедж перемещать между environment и патчить нужные там connection-стринги, конфигурации и тому подобное через релиз-менеджмент, по сути, вам не нужно будет пересобирать каждый раз билд и npm install и merge, ну, то есть, такой детерминистик больше получается. Да, да, смотри, для нас это не было критично, потому что мы не так часто деплоим на что-то кроме дева, то есть deployment на... у нас не является continuous delivery процесс, у нас он является continuous deployment, то есть в чем разница, разница в том, что мы деплоим как по желанию, а не по наличию. То есть, continuous delivery у нас есть для DEV environment, то есть последняя версия кода это тоже сразу же попадает на environment. В случае с демо и тестом это не так. Туда попадает та версия, которую мы явно захотим туда поставить. И происходит это не так часто, поэтому мы можем себе позволить пересобрать ее. Кроме того, смотри, там есть такая штука, что нам нужно конфигурировать клиентский код JavaScript в зависимости от environment, то есть какие-то настройки environment-специфик, пути и так далее. Для этого мы не можем этот пакет с дева просто взять и поставить, потому что пакет с дева содержит зависимости с дева. Нам нужно пересобрать клиентский код. Ну а это как-то прописан, например, там параметр какой-то, какой-то key в конфиге, я правильно понимаю? Да, сейчас, секунду. Ну, ты там не показывай как бы это, да? Нет, я не покажу. Просто идея это, чтобы понять. У нас есть отдельный репозиторий с конфигурацией. В этом репозитории есть конфигурации для всех environment-ов. Разница в deployment pipeline-е заключается в том, что на этапе подготовки он говорит, какую именно конфигурацию использовать. То есть, чтобы поднять нам новый environment, скажем, demo2, нам нужно добавить конфигурацию в source control, скопировать pipeline и сказать ему, используя вот эту вот конфигурацию и все. Понял. Ну, то есть, конфигурация какая-то не тривиальная. Это не просто, да, там, connection string заменил. Ну, на самом деле, пока что connection string. Я понял. Но сложность в том, что это для клиента. Ну, а если find и replace в javascript файле, например? Можно так, но тогда это не так удобно, потому что сам pipeline, его описание, он находится в team services. Мне не так удобно смотреть историю. То есть, в team services есть история того, как менялся build definition. Можно посмотреть, кто что поменял, кто что добавил. Но в случае с source control это проще. И смотри, если получается очень много параметров, то параметры для билда нужно где-то указывать. И скажем, там не очень удобный интерфейс в build definition, чтобы указывать эти параметры. Да, согласен. И поэтому я вот синтегрировал с octopus deploy. Я бы хотел еще спросить. Смотрите, у нас, я заметил, многие разработчики из dotnet имеют мало опыта с клиентской разработкой. Интересно ли это? Я думаю, да. А что именно, Макс? TypeScript, JavaScript, фреймворки современные, системы сборки. Да, это интересно, но я так понимаю, что многие это черпают с WebUI комьюнити. Наверное, да. Ну, а как вот это Visual Studio, у нас всего лишь один, по-моему, была такая вещь, что когда мы собрались, и как Visual Studio интегрироваться с client-сайдом, с JavaScript, что там вот эти task есть, как там TypeScript интегрируется. Это, думаю, интересно было бы. Я понял. Ну, в принципе, я для этого использую Visual Studio Code и, как ни странно, командную строку. Я думаю, что если будет Visual Code и командную строку, то можно, в принципе, и к нам. А WebUI комьюнити будет свое показывать. Вот оно что. Вот оно что. Это как голос из-под полы был. Я понял. Дело в том, что объем того, что можно показать, довольно ограничен в Visual Studio Code. Что можно сказать? Это поддерживается, это поддерживается, это поддерживается. Ну и что дальше? На самом деле, я думаю, было бы интереснее построить так вот. Я вот по поводу, раз заговорили мой билдов, не знаю, может по теме или нет, я сейчас столкнулся с проблемой, что есть проекты и даже получается так, что нужно переносить там, например, настроить в Team Services или настроить, например, в Team City. Бывает так, что и в Team City есть, и в Team Services билды. В зависимости от того, что там где-то мы минуты экономим. Ну, есть разные вещи. И, в принципе, в современных вот этих билд-дефинишнах, ну, билд-степы настраивать довольно легко. Но, какая есть проблема? Мне каждый раз нужно настраивать, менять. То есть, они, в принципе, похожи, но, например, нужно мне npm install вызвать. Да, для Team City есть плагин, для VSTS есть плагин с маркетплейса. Скачал. Но это немного напрягает. Вот. Я сейчас пробую абстрагироваться от этого и взял, например, какой-то такой кейк-билд. Да, то есть, есть там фейк, сейк. Вот. Кейк-билд. По сути, тоже описываешь все эти билд-степы в таком, в DSL, ну, в зависимости, если это кейк, это C-шарп, если фейк, это F-шарп. Вот. И потом просто получается один шаг. То есть, когда запускаешь вот это continuous у себя, integration, build-3 и тому подобное, то нужно добавить всего лишь один степ. Какой-то там, используя вот build-файл конфигурации. Вот. Ну, есть с этим нюансы, как бы, трудности, но помогает такой левел абстракции, что я могу легко поднять и настроить этот build-definition на любом, скажем так, популярном, там, AppWear, CircleCI, Bamboo и тому подобное. Вот. Ну, там, я почему это говорю, может кто-то смотрел тоже в эту сторону, есть чем поделиться. Может быть, мы могли тоже сделать в рамках вот этих всех build, как интегрировать client-сайт, скажем так, сервер-сайт, все воедино. Вот эти все build-движки. Потому что того же даже Gulp можно MSBuild вызывать сейчас. Конечно, можно. Что такое Gulp? Gulp – это NPM приложение, ой, NPM – нодовское приложение. Интегрировать можно все, что угодно, что есть у тебя в Path. Просто иногда эти посмотришь, ну, build-definition, ну, он довольно простой, но это 10 шагов. Ну, то есть, ну, пока набьешь руками это все, и эту штуку сложно перенести, вот историю было бы хорошо в source-контроле хранить ее, как помню тоже. – Да, 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 это тот фактор, который повлиял на мой интерес к ресурс-менеджеру, то есть, к описанию деплоймента в декларативном виде, а не в набивании шагов в каком-то деплое. Да, и, скажем, Gulp для client-сайт делает примерно то же самое. То есть, там не одна таска, скажем, минифицировать. Там нужно собрать скрипты, нужно их… если это чаще всего какой-то LES, SAS, то нужно собрать стили. Стили тоже нужно пропустить через ряд обработчиков, добавить какие-то префиксы, браузер, специфик и так далее. – Макс, а вот такой вот еще вопрос. Давно с этими ресурс-темплейтами не работал. Ситуация осталась так же, если у тебя сложная какая-то инфраструктура и топология, например, создать load-balancer, потом что-то подключить. В общем, сложный набор разных ресурсов, которые связываются. И если, например, я создаю там WebApp, Redis какой-нибудь, потом базу данных, потом еще дальше у меня должны там создаться, например, Application Insight и тому подобное. И если при создании ресурса такого как база данных ошибка произошла, например, там пароль не удовлетворяет каким-то requirement, и, соответственно, оно все рухнуло, что будет? Те ресурсы останутся, которые уже были созданы? Или они, скажем так, реверт-бэк откатятся как-то, роллбэк такой будет? Или она может остаться в таком состоянии, что три ресурса создалось, на четвертом упало, и еще три не создалось? Честно говоря, этого не знаю. То есть, если так проходит, там, например, какой-то конфликт, и еще что-то произошло, оно все откатит, как транзакция это, скажем так, в одной транзакции или нет? Вот, наверное, такой вопрос. К сожалению, здесь не смогу помочь. Ну, просто помню, такая была проблема. Может, это не изменили, то... Проблема была в том, что оно оставалось. Оно repeatable, да, но это не значит, что оно от транзакции. То есть, это значит, что оно не упадет, если ты запустишь на том, что уже существует. То есть, я поправил, например, да, теперь пароль у меня удовлетворяет. Запускаешь, и оно доставляет то, чего не было. Понял, все. И это, соответственно, будет уже следующая версия deployment, да, в ресурс-группе моей? По идее, да. По идее, да. Угу, понял. Спасибо, Макс. Может, у кого-то еще вопросы есть? А то у нас, мы так говорим... Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Тут, может, мало дотнетов? У нас очень стеснительные люди посреднее время на комьюнити. Ну, або нет вопросов, потому что не так часто приходится сталкиваться с Team Services и диплойментом в Azure. Казалось бы, да, для дотнетов? Не, ну, просто, видишь, это, во-первых, это веб должен быть. Почему? Во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, что десктоп-приложение не так часто выйдет в диплоид. Ну, в новинке только, если. Вот, ну, я могу... Если интересно, Макс, могу рассказать немного про вот эти Team Services, что пришло из тоже такого, из опыта, не называясь. У нас как раз-то, вот почему я про веб просил, у нас нету веба ничего. У нас из веба близлежащего это WSF-сервиса на AC хостятся. Вот. И, соответственно, диплой, вейжер на виртуальную машину есть, разворачивается просто XCopy. Ну, с десктопом проще. Вот. И почему Team Services? Team Services очень легко, ну, как ты вот и говорил, что клиенту не нужно ничего рассказывать и тому подобное. Мы просто взяли, сделали, подключили. У нас все сабскрипшены, все бесплатно. Хороший SLA. Мы не думаем о ресурсах. Медленно, быстро работает. Ну, вы можете хоть там фотографии свои хранить. Хоть фильмы под системой контроля версии. Там, Cambry, например. О, там, вышел новый, там, DVD и тому подобное. То есть, ну, неограниченным в спейсе. Вот. И вот этот newget, вернее, package management, ну, очень спасло в плане бинарной зависимости. Тоже, ну, private fit сейчас построить бесплатно, ну, довольно сложно. Вот. И даже так, если говорить про наша корпоративная, ну, у нас есть корпоративный Team Foundation Server. Это, скажем так, это наш инструмент, наш segue для того, чтобы получить git-репозиторий. Вот, корпоративный. Вот. Ну, а вот мигрировать, я, честно, не знаю, легко или нет. Потому что с on-premises в VSTS, ну, наверное, нелегко интегрировать, ну, историю, если переместить и тому подобное. Там есть API. Вот. Но чисто гипотетически, вроде бы, есть инструмент у Microsoft, который позволит переносить on-premises в VSTS. Не то, чтобы это был какой-то отдельный специальный инструмент, они акцентируют на этом внимание, на том, что у них есть возможность мигрировать данные за исключением фундаментальных различий. То есть, Team Services чуть-чуть другая штука, там чуть-чуть по-другому построен доступ, чуть-чуть по-другому коллекции. То есть, что-то можно мигрировать, что-то нельзя. Ну да, если какие-то workflow, особенно custom, какие-то work-item, мы как раньше любили в TFS делать, добавлять. Ну, и тут больше интересует вот история коммитов. Например, есть у меня вся история коммитов. Да, то есть, ну, как иммигрировать в VSTS? То есть, это получится слепок всех коммитов просто за одну дату. То есть, вот тут не совсем просто, мне кажется. То есть, не будет видно, что там в 2015 году сделали изменения. Будет видно, что это все сделали в один день, в день миграции. А, ты имеешь ввиду залить последнюю версию? Ну, не только последнюю версию, а начиная с первого коммита заливать, например, там разрабатываем мы три года. Но я же не смогу с TFS перенести информацию за эти три года прям один к одному, как есть. Мне же вот это надо коммит и как-то, ну, VSTS тоже зафиксировать эти изменения. Думаю, что здесь будет сложнее мигрировать в Git, скажем. Да. Но в Team Foundation Version Control. Ну, Git, да. Ну, тут я что-то не сказал, что если используем мы Service Control Team Foundation Service Control Provider. Потому что Git, ну, без проблем. Там не Git, не Microsoft-овский Git, там обычный Git. Ну, тут, да, 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 просто Git – это хостинг Git, а сам протокол остается неизменным. Окей, смотри, я как настоящий Google-driven developer посмотрел. И, в принципе, можно мигрировать с Team Foundation Server в Git с сохранением истории. Но таймштамп будет какой-нибудь? Нет. Актуальный. То есть, когда был сделан коммин, тогда и будет этот таймштамп. Угу. И это в VSTS можно так. В Sound Premises VSTS сразу. Это можно в Git. А в какой, где, как хочешь. Угу. Супер. У кого-то, может, какие-то вопросы появились. Или… Вы продолжали сказать. Давай их отпускать… Давай их отпускать уже на обед. Они там уже умерли с голоду и изнеможения. Да. Ладно. Спасибо тебе большое, Макс, за сегодняшнюю презентацию. Спасибо, Макс, большое. Интересно было даже мне. При том, что я не технический человек, но я слушала, честное слово. Ну, это очень интересно, когда, ну, реальный экспириенс, что есть, что хорошо, что плохо. Ну, это очень ценно. Да там полпрезентации маркетинговые материалы. Нет, ничего страшного. Все, спасибо большое. Всем до встречи на Пайсмейкере и за две недели на Дотнет комьюнити. Всем пока. Пока. Всем пока. Всем хорошо. До свидания.